МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле цены будут восстанавливаться, потому что огромный, просто огромный спад капиталовложений, вот это все, нечеловеческих. Но они так и оттянутые будут. Они раньше-то не восстановятся. Они восстановятся, на самом деле, где-то через год по-хорошему. Даже Новак заявил, что они начнут до инвестиционного уровня. Ну, цифру называют. Но есть операционный уровень, который поддерживает ту часть добычи, которая... Цифры назови, твой прогноз. Может, у нас и спора нет. 50-60, я думаю. В следующем году? Ну, в момент начального восстановления. Я думаю, что 50-60. 50-60, я думаю, будет осенью этого года. Ну, 50 точно будет. Ну... Да. В следующем году... Я не предвижу большого дефицита. Я считаю, что здесь вы принимаете желание... Ты просто считаешь, что американская сланцевая добыча очень пластична. И не только. И две вещи у нас, разногласия с вашим... У нас... Давай, чтобы не переходить на это. У Американ и Тейн с Роснефтью. Да, есть два расхождения. Да, есть на корпоративном уровне. Первое, то, что ты сказал про пластичность американской добычи. Ну, и еще второй момент. Вы недооцениваете масштаба эффекта, который, начиная уже с этого, следующего года, начнет давать в разных странах, в первую очередь в Китае и в Америке, программы перевода транспорта на газ. Да, газификация. Ну, это не называется словом газификация. В Америке еще есть одна гигантская резерв. Дело в том, что в Америке до сих пор 45% домов, а я напоминаю вам, что в Америке 75% населения живет в собственных индивидуальных домах, значит, отапливается, как ни странно, это звучит не газом, ведь это страна, в которой газ стоит дешевле, чем в России, а отапливается так называемым, ну, по-русски это называется печное топливо, у них это называется heating oil, то есть это смесь солярки с мазутом, ну, в общем, дерьмо порядочно, и с экологической точки, и главное, что в пересчете на калорию, на амбитию, сейчас объясню, оно в 4 раза дороже. То есть вы не представляете себе, какое количество нефти это освободит, а газа в Америке, это вам Миша подтвердит, вот в отличие от нефти, газа, американская газовая промышленность, может на 30% за 3 месяца увеличить вообще ничего, не заметит этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!